Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих огородников. Сегодня я продолжаю сеять свою петунию. Вот у меня намочила, я размочила таблетки, буду сеять ршелье. Но темой вот этого маленького видеоролика будет не посев, а хочу рассказать о тех крошечных сеянцах, которые взошли. Еще раз объясню, что земля у меня потрескавшаяся не потому, что она, я ее пересушиваю, потому что дно мягкое, видите, я ее туда-сюда ношу, она шевелится. Но это не повредит им, я их скоро распикирую, не обращайте внимания на эти трещины, потому что я это все делаю посадки не для того, чтобы снять видеоролики, а наоборот, снимаю видеоролики по ходу своих посадок, сею для себя. Поэтому вот некрасивый вид вот такой грунта меня не смущает, мне главное получить хорошую рассаду. Что самое главное хочу я вам сказать. Вот 7 марта я посеяла, вчера я вам показывала, они всходили. Сегодня уже у половины сеянцев два семидольных листика. Я об этом и говорила, что процесс протекает очень-очень быстро, не успеешь только посыпать семена, тут же уже появляются корешки проклевыши. На следующий день сразу уже семидоли у них. И хочу рассказать вот об этом периоде. Это самый сложный период, как раз тот, когда рассада может погибнуть. Потому что, почему? Потому что у них теперь разные условия выращивания, которые им нужны. Смотрите, вот сеянцы, которые с двумя семидолями, с листиками, им уже не нужен парниковый эффект в течение всего дня. Их можно было бы, если бы они были все, например, с двумя листиками, их можно было бы вообще крышку снять, и они бы уже росли прекрасно. Но рядом с ними лежат проклевыши, червячки, вот у которых листьев нет. Видите, белые вот такие лежат. Им нужен парниковый эффект. И только небольшое проветривание утром и вечером. И вот это самый важный момент, когда нашим сеянцам нужна от нас наибольшая вот такая забота, внимание и нежность. Если в этот период вы их правильно создадите им условия, не дадите им погибнуть, то дальше они будут немного сильнее, и им будет проще справиться с неблагоприятными условиями. Сейчас они самые уязвимые. Ну вы видите, что она вот стоит крошка на тонкой ножке. На нее чихнуть нельзя. И не в переносном смысле, а в прямом. Вот сейчас чихни рядом с ней, она упадет. Я сегодня опрыскивала их. И по привычке, как привыкла, помидоры прыскаю. Как брызну и уронила, вот видите, даже от обрызгивания может упасть сеянец. Поэтому теперь уже вот когда вот эти крошечки, крошечки, вот прям брызгать вот чуть-чуть-чуть-чуть. Вот такой не струей, а прям как полукапельным поливом. Я потом вспомнила о том, что они-то не как томаты. Я просто забываю каждый год, какие они нежные. Некоторые поливают даже шприцом. Если боитесь брызгалкой, можно шприцом прям вот, некоторые прям шприцуют. Или на землю, или прям в землю смачивают. Этот тоже способ хорош, но если мало у вас посадок. А если вот, например, как у меня несколько контейнеров, шприцевать это очень долго, конечно. Можно поливать с поддона. То есть вот эту емкость поставить в большую или в какой-то листик, в противень. Налить туда водички, розовый раствор. И она сама будет впитывать. Земля как губка, она впитает всю влагу, какую ей нужно. Потом вы уберете. Но этот способ мне тоже не нравится. Он тоже чреват. Потому что пока дойдет... Вот они же маленькие, у них корни в самом верхнем слое. Пока дойдет до верхнего слоя, весь нижний слой так напитается водой. Он будет прям пропитан весь водой. А им же столько не надо. Им надо совсем вот чуть-чуть-чуть. И поэтому вся вот эта мокрая земля, они не осилят столько влаги. И она там останется в этой земле. И, ну, как обычно, прекрасная среда для развития черной ножки. Опять же может упасть вся эта рассада. Вот видите, сколько много нюансов. От полива очень много зависит. Опять же от проветривания. Вот я сегодня открыла проветрить. Тут конденсат, все влажно хорошо. Но это хорошо для тех, кто вот сейчас проклевывается. Кто еще в первые дни не успел. А вот для тех, которые уже стоят на ножке, эта влажность, она уже лишняя, не нужна. Поэтому вот такие смешанные посевы, когда половина уже взошли, половина еще не взошли, конечно, им нужен другой режим проветривания. Их нужно проветривать немного больше. Но, опять же, не пересушить. Тут полностью нельзя открыть, потому что если вы откроете крышечку, засохнут вот эти вот, у которых корешки наружу, которые еще не вглубились в землю, не вбуравились, если полностью открыть. Этим-то будет неплохо, вот которые с листиками. Если полностью закрытые держать, только утром и вечером проветрить, плохо тогда вот тем, которые с листьями. Они загниют. Сильно большая влажность, они очень нежные, и сырость им это не нужна. Поэтому ищите золотую средину. Проветривать несколько раз в день. Утром проветрили. Если есть возможность, вечером открыли, минут на 10, на 20. А вообще, вот когда, чем больше, сразу скажу наперед, они буквально завтра встанут почти все, чем больше вот таких больших сеянцев с листьями, тем больше должно быть крышка открытая, тем больше должно быть воздуха. На 2 часа, вот много появится вот таких зеленушек. На 2 часа, на 3 часа откройте, сбрызните, снова закройте. Тут надо, я и говорю, что и тем, и другим угодить, чтобы тем было достаточно влажно, влажно, которые еще всходят, а этим достаточно свежего воздуха. Вот если вы в этот период внимательно отнесетесь, и к поливу, чрезмерно не заливать, но и не пересушивать, чтобы вот эти верхние не засохли, и к проветриванию, то вот этот самый сложный период пережив, дальше будет проще. Как только вся рассада встанет, у нее будет один режим, можно будет поддерживать одинаковые условия выращивания, тогда будет проще. Вот они, когда покроются все зеленой шапкой, тогда можно будет их поливать одинаково, крышку снимать, они уже будут без парникового эффекта. Но вот эти вот маленькие мелочи, от них зависит весь, ну будет зависеть весь результат наших посевов. Как выживут, или 100%, или выживут 2-3 штучки. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это вот об особенностях посева петуни, и что самое главное, сохранить вот эти нежные, тоненькие сеянцы в первые дни их жизни. Дальше они окрепнут, корневая система развивается у петуни очень быстро, они начнут быстро увеличиваться, на глазах у вас прям вырастут. Видите, они как посевы появились буквально на глазах, вчера только были белые точки, сегодня уже с листьями. За ночь все сформировались. Петуни растет очень быстро. Главное, если обеспечите нормальные условия содержания, она вас порадует своим пышным цветением. До свидания.